Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описание. Опубликованные книги, сокровища искусство, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Паоло Калиари, прозванный Веронеза, венецианская школа похищения Европы. Каждый холст Паоло – праздник для глаз. Вся его творение дышит радостью, в них отражается ясное небо, его родины и ее прозрачная атмосфера. Веселый, счастливый, свободный, отличающийся несокрушимым здоровьем, Веронеза отлицетворяет собой эпоху итальянского возрождения – то счастливое время, когда под прекрасным небом Италии человек творил красоту так естественно, как естественное дерево приносит плоды. Веронеза выработала особенный жанр, заключающийся в перенесении библейского или древнеисторического сюжета в современную художнику установку. Так, например, в роскошно убранном венецианской моде 16 века покоя пируют в венецианских костюмах современники Веронеза. А между тем, картина должна изображать брак к антигалилейской. Иногда Веронеза идет еще дальше. Его вкус, привыкший к роскоши венецианцев, оскорбляется обстановкой бедного хлева, в котором родился спаситель мира. И он со свойственной развязанностью переносит сцену под роскошный портал дворца, одевает деву Марию и Иосифа в роскошные одежды и простирает на ними бархатный балдахин. Особенным блеском свойственного Веронеза серебристом мягкого колорита отличаются его картины из античной мифологии и истории, как, например, «Семья Дария» и «Похищение Европы». На нашей картине великолепная группа Европы со своими подругами выступает почти как рельеф на плоском фоне темных кустов, и этот эффект усиливает впечатление замкнутости и покоя. Тихий свет лежит на убегающей к морю даре. Не стесняясь требованиям реализма, Веронеза выдвигает вправо в рот кулисы ствол дерева, который своей темной тканью заставляет ярче выступать нежное сияние, разлитое на фигурах. Главная группа как бы плавает в море светлых прозрачных красок и, подобно благоухающему букету цветов, выступает на темном фоне. Легко и свободно переходят движения фигур в мягкие волнистые линии рук и складок роскошных тканей. В картине заметно влияние Тициана и Тинторетта, что, однако, не мешает Веронезе оставаться вполне самостоятельно во своей неотразимой грации и красоте форм. Недаром Веронезе заслужил название венецианского Рафаэля. После смерти Веронезе продолжателем его направления стали его брат Бенедетто, его сыновья Карла и Габриэли и многочисленные ученики, часто писавшие картины сообща и подписывая их в наследники Паола. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях. Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok